МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я расскажу историю про... Нет. Сначала загадку загадаю. Ну вот, опять загадка. А что? Загадки отгадывать полезно. Всё, загадываю. Ну хорошо, хорошо, загадывай. Ростом он с большую башню, но ни чуточки не страшный. Длинный хобот носит он. Этот зверь зовётся... Слон! Правильно. Это была очень лёгкая загадка. Да, я думаю, что все её быстро разгадали. А вот теперь и история про слона, точнее, про слонёнка. А это был индийский или африканский слоник? Это был просто слонёнок. Ну, просто бывают африканские и индийские. А это просто, просто слонёнок. Ну хорошо, хорошо, пусть будет просто. Папа рассказал слонёнку о том, что слоны самые крупные животные, обитающие на земле. Это действительно так. Ну, слонёнок очень расстраивался. Почему? Ну, потому что он был маленьким. Смотрел он снизу вверх на своих взрослых сородичей и думал, какой же я крупный. Я маме едва хоботом до уха достаю. Ну, ведь он потом вырос бы. Так это потом, а ему хотелось вырасти сейчас. То есть ему терпения не хватало? Не хватало, и он стал усиленно питаться. Чем? Ну, всем известно, что слоны животные травоядные, но аппетит у них. Да уж, аппетит у них хороший. Говорят, один взрослый слон может за день съесть 300 килограммов травы. А это много? Это очень много. Вот ты бы смог столько съесть? Я бы вообще нисколько не съел. Я травой не питаюсь, я не слон. А вот слонёнок стал усиленно питаться. Теперь ты давай. Что давать? Мамой будешь. Угу, какая неожиданность. Чьей? Мамой слонёнка. Хорошо. Ну, говори слонёнку о еде. Послушай, сынок, не надо так много есть. Тебе станет плохо? Нет, мам, мне станет хорошо. И слонёнок продолжал жевать траву. И как? Что как? Ну, ему стало плохо? Конечно, стало. Мама же его предупреждала. Любому может стать плохо от переедания. Это точно. И что, слонёнок заболел? Да. Он заболел. И все стали за ним ухаживать, потому что слоны держатся вместе и помогают друг другу. Я же говорила, сказала слонёнку мама. Не надо было так много есть. Но мне очень хотелось поскорее стать самым большим наземным животным, ответил слонёнок. Всему, всему своё время, сказала мама слониха и ласково погладила слонёнка хоботом. Слонёнок закрыл глазки и уснул. Да, иногда мы торопим время. И забываем о том, что всему своё время. И слонёнок выздоровел и стал большим, даже выше папы и мамы. Но питаться он стал осторожно. И больше никогда не переедал. И вы, ребята, не повторяйте ошибок, слонёнка. Вы обязательно вырастите. Да, а сейчас нам пора прощаться. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»